еще видно нет да а судья добрый день добрый день добрый день до слышим все ладно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не про все говорите пожалуйста мы ненадолго мы хоть у нас мы с просьбой давай вася на дочка новосибирске завтра утром рано буду делать операцию и годик и будет общий наркоз просьба помолиться тоже что дома как ее звать александра александра а что в ней мне катаракта врожденная будут менять хрусталик почему так рано то по моему для ребенка это можно или нет говорят может потерять зрение нерв зрительный атрофируется если глаз не видит потом не сможет как бы даже глаз будет рабочий а нерв отвыкнет видеть так а без операции уже все испытали узнали посоветовались ну мы где-то полгода все делали испытывали народные средства и прополис капали алой вот ну все что знали спрашивали советовались уже как бы тоже сильно затягивать не получается мы можем потерять к линзы наклеивает на глаза это вредно я гляжу то знакомая 1 наклеила а у нас потеряевки делала так говорил она не верила а потом пошла краснота и всего потому что глаз это здесь оболочка должна реагировать на все что есть в мире она стекло на не реагирует она туда на векам загоняет и все а слеза то не может течь тут ну тут для людей то конечно они нет очков а почему я говорю в государственной думе показывают самые руководители которые все с очками они еще линзы не могут купить ты маленько посмотри добрый день ну-ка пониже стань чтобы видно было о вот так видно так что у вас еще говорите мы будем молиться сейчас поговорим и сразу молиться сегодня же щельник благодарим вас за ваши ролики каналом на вашем всегда пользуемся смотрим и супруга моя наталья смотрит очень поучительно благодарим низкий поклон вас вы наш учитель духовный наставник спасибо христос ну-ка пониже там погляжу я на тебя так вы летом где будете хлопцы и подумай как может быть на лето в лагерь к нам дальше они другими ребята будут сколько они услышат каждый день купаются занятия идут по библии ходим за ягодами собираем по полю они все учатся священописание изучают дети какие игры футбол и все а счетом сидеть дома то подумайте не дегнать и а вот я хочу своих детей у меня две дочери старших 8 и 7 лет отправить в лагерь это возможно возможно записывать какие-то анализы надо пройти все даже будет мы вам все скинем туда в mail.ru вот здесь вот анализа одни о чем говорим чтобы она ночью не мочилась ты знаешь что называется но арестом это проще это потому что родители рядом нет и тут и неприятность это и на глисты чтобы не было глистов остальное мы поправимся посмотрите еще нашу как за педикулез дальше мы напишем что нужно взять споском сбросим вам нашу путевку примера здесь этого июня я им рассказала не очень хотят сами дети лагерю будет 45 год мы самые первые были в советском союзе где был православный лагерь старше по возрасту никого нету стране у нас у нас а по ним огромный да они знают христианские песни и хотят за нашей страны флаг взять это можно можно нельзя брать с собой только животных не ёжика не кошку у нас там все есть а фотоаппарат может можно можно только будет когда ножа будет спрашивать разрешение деньги есть мы сразу отбираем когда выезжают мы переписали отдаем у нас чтобы ворота не было мы знаем что делать а деньги зачем покупать ничего не чем там зачем ребенка родители пытается им дать мы просто имеем опыт уже в этом деле мы заранее говорим чтоб компьютерные игры не играли дети если они играют это не наш контингент они бесноватые с ними ничего нельзя сделать даже компьютерные игры это хуже наркотика все понятно вот так вы кто родители приезжают правила одни что я говорю вообще с собой табак не брать курева если женщина приезжает без украшения не брюка ну христианский обычный наш мы ничего не требуем не выдумываем так всегда было чтоб целомудренно было и дети тоже мы скажем что нужно девочкам длинное платье там не больше десяти сантиментов от полу это церковные два платка в основное время бегают они в шортиках они не будут только хлопцы они в юбочках чтобы ниже колен были понятно напишем это все у нас за 44 года ни одного отравления не было потому что объедки детям не сливаются ни одного повреждения никто не утонул но это чего-то значит как в азовском море тогда шестер утонули с воспитателем пьяным говорит по 180 человек под капельницу кладут потому что чем попало корень у нас и так и не делается у нас строго должен залезать и чашку опрокинуть вот так показать дежурный махнул рукой тогда положил у нас за все лето ни одной ложки не пропадает у нас также мы посмотрели вот перевернуты сейчас они это самое поедят оближут покажут я махнул мы многое от вас берем это лагеря для своих мы стараемся уж как господь примет у нас дети отовсюду были и баптисты адвентисты и сыгане и немцы и евреи кого только не было даже трудно перечислить кого не было и мы никого не принуждаем но у сектантов как вот так вот молятся значит но стоит так молиться уже через неделю он молится уже крестится и не заставляем он сам увидит к нам прилетела директор кэстонского института из лондона про нас услышала пристав себе и через останки на ее сопровождает сюда и она здесь побудет а потом напишет большой материал она русская ксения дэнам и говорит мне половина не рассказали что я там увидела купила книги вот она приехала и там профессор психологии живут и все записывают как в течение месяца ребенок наркоман бросает и даже не вспоминает как а потом находят главный движитель лагеря тире с большой буквы любовь я гром не наказание физическое родители расписываются что согласны у меня крапива для этого рядом растет самое действенное лекарство в интернете пишет это жгучая крапива по жопе но ребенок приехал и материться но знает что ему будет я положил ему там зашли отдельно никто не видит порвели губами иначе он не научиться никогда никакого издевательства нету он издевается мы хотим чтобы он был другой родители у нас расписываются что они принимают наши правила он забывает вещи идут со школы потерял что-то у нас не потеряет дежурная сразу находят вещь чья ну такое-то васина давай три раза вокруг пока мы обедаем вокруг лагеря бежать крещать махать крещать что я забываю вещи за станом а вот сколько ты бегал сколько сели тебе уже не попадет вот он и бежит со всех ног мы память им причем хорошая память будет дорожная в храм как идем вы же видите какой у нас порядок вот у нас даниил парень называется второе имя забыл я забыл а ничего но и память его платочек нет бежать до тополя тополь там метров 200 сорвать и прибежать а вот пока ты бегал первое уже съели у нас быстро едят значит только на второе ты ничего не будешь забывать я вам сразу память эту пришью у нас опыт и когда спрашивает где учились а гру японцев у австралийцев в америке в англии что самое хорошее в лагерях есть я исследовал и где-то ездил мы все к себе приняли дети должны быть смелые выносливые много знать у нас дети сидят и знают кто телефон мобильный изобрел кто интернет кто президент кто премьер-министр все знают и главный лозунг россия должна встать и скандирует вы видишь кто там в той дачи то в дырянной а сути иди сюда ближе владимир приветствую вас тоже надежда сильна иди сюда иди тебя посмотрят хоть сосадить рядом там тебя не видно будет поближе ты видишь не должна войти чтобы вот тебя видно было там целиком всю сумеешь не сможешь мы все отрежем мы никто уровне трожь у меня воспалилась нервы руку тронуть нельзя все время лепится к руке я не могу раз крещусь не могу прикоснуться второй день вчера тут разделся не заметил холод и а руки-то выгорченные все такое но его видимо нервы воспалился я врачу врачу позвонил а он говорит не вред я говорю я и не вру а это пришла сейчас там принесла вот такой простынь теплую чтобы тут намазать чем-то игры терпимо терпимо старых людей ищите не надо дайте им помереть спокойно мы выглядишь прям не стареешь молодец танечка так это кто рядом с тобой то я не могу понять это василий ухты как у меня это изменился как надо это по делу говори спрошу кто она начинает сразу анализ и характеристику выдавать так приезжайте к нам вот какие хлопцы то уже переговорили большущие какие насчет хлопцев это не я решаю это мои племянники это их родители решат а моих дочерей мы уже решили лишь бы вы словили и мы это отправим пока еще родители так какое поговорите на хорошее дело родители раз нет мне поручите я переговорю родители ребенку можно препятствовать хорошее получить он имеет полное право отдохнуть летом среди своих сверстников как мы ходим за клубникой там видели как там подел в тоннель кричали то не там видели нет этот не видели роли смотрите по роликам пройдете а недавно выставил железнодорожный тоннель и они там под него и разрешается кричать как хочешь потом учимся кричать волчьи по баране там по корове я васю головушку эмоции нависовали пошли домой мы видели как вы там что этот в поле с машинистом здоровались всем всем коллективом и как он ответил вам это кто да 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 я знаю им очень приятно это мы заранее выстроились тут я как это уже набрали вот такое дело так у вас вопросы какие-то есть еще все только вот это одна просьба была у нас сейчас улица сразу начинаем молиться теперь смотри мне звонит из германии знакомая она но то есть я ее не видела ее племянник вот как сказать вот надежда васильев племянник у ребенка в германии живут завтра операция сердца помолитесь я помолюсь и он через пять минут операционном столе должен умереть да как так ну ты меня просишь помолиться я молюсь я волю божию узнал тебя боже всего вот ну как я буду я еще ничего не знаю просто говорю что вы должны согласиться она помолчала хорошо я согласна маленько проходит времени звонит операция прошла успешно 4 часа но у ребенка большая температура и громы сразу стали на молитву название температура пошла вниз да от нас то еще не зависит а бог делает молитва только открывает дверь их божьей благодати она ничего не значит это сотрясение воздуха мы это понимаем ну да павел нуждался чтобы о нем ходатайствовали и поэтому мы молимся а как бог примет 7 кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей псалом 118 164 стих и стараемся вот у нас оружие наше вот видишь какое это 100 поклонов если 7 раз в день до утренней вечерней 9 ну в среднем 1000 поклонов в день это нормально для человека основное время сидим от я больше 14 часов все время в интернете составляем ролики как это это же время много отнимают много переписывать приходится там копировать из ютуба переношу сюда но остальное время там считаем что можем на улице у меня голуби здесь вот они на голубят не у меня побудут собаки сытые такие ходят собачий кролик смотрели про собачек еще раз уж разговор зашел вот хотя у нас у меня тут товарищи тоже киргизы есть они смотрят вас тоже и им интересно все они спрашивают вот этот вот ответ вам предварительный пришел от путина насчет игил другой ответ пришел уже какой-то того что они поблагодарили и на этом все за то что мы понимаем какой трудный момент за соучастие в этом деле я-то приготовился я знаю что-то идти на смерть на стопроцентную же у меня особая программа и кандидатуру как я очень трудно найти для мусульман во первых возраст они значит я не боевик второе я знаю коран от корки до корки 2 3 у меня деды все время знали со смусульманом у них заезжий двор был мусульман у нас хорошие отношения еще от деда и так дальше идет наши родители когда бежали от раскулачивания они жили там среди киргизов где-то видите как а потом уехали еще туда ну а дальше я бы хотя бы на год что меня там встретили а теперь отношения из-за сбитого самолета с турцией то ухудшились и в турцию не попадешь я не настаиваю но я пиаритесь там то другое ну глупости всякие пиарился бы я смертью своей я знаю как с ними разговаривать они убьют тогда из дома не надо выходить убьют я выпасил комнату где молиться мог обеседовать когда они сами пожелают то есть у меня очень четкая программа я молюсь каждый день о сирии бардагене там о президентах а всех которые в этом просим мира для сирии все дороги этих бомбят еще и в легко что ли такие ракеты на голову валятся я говорю а мои дела то есть молитвы то они сильнее ваших ракет высокоточник будут бить когда исфирь то было она молилась что получилось из этого видите как бог делает но пока ответа другого не было думаю не будет потому что государство на это не пойдет я как-то просился смертникам которых смерти приговоренные были что-то номера меморандума не было на отмену смертной казни то но и не пускают туда и который начальник тюрьмы то он и говорил там рор у него еще пока мы здесь вам никогда как своих ушей не видать чтобы туда прошли то внизу там особый коридор с собаками там за решетчина ну убийцы ему и матеря то нечего я его я распишусь и что за меня не отвечать а с кого мы будем взыскать нападут с господа бога вот такие там объявили голодовку я к ним просился не пускают но я уговорил их они там по шесть сроков уже отсидели ну и меня только открыли я шагнул а они-то офицеры то остались рядом с собакой за дверьми они сразу мне дают вы лапкин вы сидели по такой-то статье мы знаем всю вашу биографию что вы хотели от нас я бы хотел чтобы вы попастились так мы уже и так пятый день не едим я говорю не идите это не пост сегодня суббота завтра пасха давайте объявим пост по-христиански давайте помолимся но и стал спрашивать скажите вот вы знаете что раз тут вы не едите а в тюрьме свирепствует туберкулез туберкулез на голодное везде хватает да знаем но вы знаете что сейчас из вас половина уже будут туберкулезники ну да но вам уже не выйти никогда отсюда вы сгниете здесь ну и что а скажите у вас кто-то дома есть кто вас ждет мне не жена там жену-то убил я знаю там мать ее забросил но попугайщик собачка какая-то ну да так вот вас ждут и голодовка имеет смысл только тогда когда ее поддерживаться свободы как солженистин говорит а сегодня давайте попастимся а я иду сейчас губернатору края иду прокуратура края чем вас обидели я буду ходатайствовать мне начальник звонит и говорит вся камера вышла из голодовки это как можно было такое я всю жизнь про вботал вот и пенцистарной системе и никогда не слыхал такого я говорю я ничего особо не сказал но они знают что я каторжанин я знаю чем он думает и они это восприняли но дальше я уже пошел по предпринимателям что не дали им везде с разрешения начальство конечно тюремного и все выправилось они после тюрьмы меня ищут в городе где найти приходят стараются чем-то отблагодарить один идет на другой улицу видал меня ой борода здорово я не могу к вам подойти у меня бутылка тут но я не пил это жена рядом идет я просто так взял тут товарища жду извиняется через дорогу так что никогда ни на ком крестик ставить не надо сегодня он такое завтра может быть такой вперед тебя еще уйдет поэтому надо молиться прощать молиться и прощать вот так так я попрошу тебя сестра чтобы никогда нигде не допускай никакой обиды я что-то где-то сказала как-то я к тому призван чтобы говорить правду иначе мне как проповеднику копейка цена будет я сказал вы это не приняли грех на вас будет а если ты не приняла да еще на меня обиделась что-то это не хорошо будет ничего не обиделась я на будущее говорю потому что на меня это не повлияет у меня врагов так много и один два больше мне уже ничего не значит у меня много простите мы вас за это уважаем что вы всегда всем все прямо говорите вот родился меня бог избрал для этого я должен правителем я в оон писал первым секретарем компартии патриарху я не думаю что это смело не смело просто я делаю как мне павильон я на молитве узнаю господь мне говорит я чувствую внутреннее чувство сделай это я говорю так тебе плохо будет не знаю бог берет ответственность на себя он меня послал а там нечем питаться будет нам говорили в турции не ездите в чечню не ездите вам то все равно вы уже пропащи а этих то за собой тащите ну водители и виктор проехали 6 мусульманских республик прошли турцию прошли армению азербайджан и нигде никто нам пальцем не прикоснулся наоборот помогали даже в турции видите как я никого не протестовываю но говорю на нас это не сработало нас чечне принимали как родных и близких дагестане магазин завели и толкают нам и помидоры и сыру и хлеба и воды вот как бог делает все спаси христос слава христос договориться и говори еще последний говори говори я таня ты приезжай приезжай сюда летом хорошо мы соскучились тебе я так хочу тебя встретить и васеньку тоже я еще что хотела сказать и гнать отговорит мы жили на второй стройке иногда таня ты наверно помнишь то там ребята которые хулиганы были они оставляли приходили к нему вот ты вчера вот это то сказал и все исполнилось а что меня ожидает скажи мне сейчас он гордя вам что пророк что ли что на сердце положено они грабят вагоны вытащили ковры холодильник это масло но я их заставил мне две собаки заставил принудил затащить обратно и взял слово что они больше никогда не придут сюда он нам против нас поезда туда и сюда идут и останавливаются но и я им дал слово что о вас я никому не скажу на утро же милиция у меня в доме была мы слышали его вот так сделали это кто был я говорю товары все вернули вернули а вам зачем дальше так они нашли где-то машина какая-то опрокинулась там колокол был и большие круги воска и они принесли и у меня колокол висит в стенках там потеряевки 1874 года а ребятишки малолетки я с ними там занимался они воруют там все они принесли ящиков но если стоять так срос человека наверно винограда ящик на ящике деда ты нам расскажи из этой книжки что вчера читал а родители записки подбрасывает если будете на нашим детям лезть и вам головы не сносить на всех не угодишь а как ты сказал что кого что ожидает и все исполнилось они были это господь тут еще не сказали мы про себя ничего не знаем господь а бог и да а бог но все тогда да потом я вам скинул под вашим роликом и путевки что братья правила вы зайдете увидите храни вас господь во славу господь так присыпи его я сниму с него это моя родная сестра татьяна тихоновна я вас и не узнал это посмотри какой понял нет это а это племянники мои